Добрый вечер, мои дорогие телезрители! С вами я, Дарья Луновская. Очень рада вас всех видеть. После двухнедельного перерыва давайте же наконец-то собираться и общаться. Bonjour, mes amis. Je suis très heureuse de vous voir. Что бы еще вам сказать? Hello, my old foreign friends. I'm very glad to see you. Что у нас сегодня очень интересная тема, между прочим. Она, конечно, такая женская, очень для женщин. Но я так подозреваю, что она очень такая на злобу дня. Я сегодня с бокальчиком миски. Вот я очень давно не пила. Я знаю, что здесь многие люди переживают и ведут счет, сколько я выпиваю. Так вот, я очень давно не пила, но за всю неделю так сильно устала, что позволила вот себе вчера один стакан и сегодня один стакан с вами в эфире. Итак, у нас сегодня такая же вытрепещущая тема для женщин. Думаю, для всех женщин, да? Стоит ли разговаривать с мужчиной о замужестве, о свадьбе? И если стоит, то как? А может быть и не стоит, а может быть наоборот очень сильно стоит, да? Ну и, в общем-то, вообще это очень такая волнующая для всех женщин тема, потому что все вступают в отношения, отношения как-то проистекают, длятся, идут своим чередом, а предложения все не поступают и не поступают. И такое бывает очень часто, буквально-таки, в большинстве, в подавляющем количестве случаев. Вот, сейчас мы с вами разберем, почему, что в этом случае делать, вот, и как себя вести. И, собственно, как говорить. Сейчас мы с вами все это обсудим. У меня не было две недели, да, я не то чтобы прям отдыхала или очень не хотела к вам выходить, нет, я каждый выходной про вас помню и хочу выйти, но была, так сказать, как бы это сказать, не знаю, но я не в декрете, конечно, на больничном, скажем так. Вот, на таком заслуженном больничном готовлю на эту тему очень серьезный эфир, даже документальный фильм, и очень скоро, ждите, сделаю очень интересный эфир на очень тоже интересную тему, ждите, короче, это сюрприз. Думала сделать этот сюрприз к Новому году, но, наверное, сделаю его намного раньше, в ноябре, в начале. Итак, давайте вернемся к обсуждению нашей темы, вернее, начнем ее. Стоит ли вообще разговаривать с мужчиной на тему свадьбы, замужества и как это делать, а может быть и не делать. Вот давайте сейчас этот момент с вами обсудим. Ну, конечно, этот эфир больше для женщин, которые в отношениях, да, не для замужних, конечно же, но для девушек, которые даже не имеют сейчас отношений, да, это тоже будет очень ценная и полезная информация, потому что когда-то все мы вступаем в отношения, и вы уже будете подкованы, уже будете знать, что делать. Итак, когда же стоит это делать и стоит ли? Давайте возьмем с вами самый обычный пример, да. Вы, кстати, можете по дороге задавать вопросы, потому что обычно походу я начинаю всегда вот так вот, я немножечко даже засыпаю вот сейчас, а потом я раскочегариваюсь и завожусь, и начинаются темы, 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 темы одна за другой, и получается, что в конце я даже не успеваю отвечать на вопросы, поэтому можете по дороге вначале уже начинать их писать по ходу деда, когда они у вас созреют или возникнут. Вот, и я постараюсь на них ответить. Вы, оператор, читайте, как, наверное, может прямо даже и сразу, чтобы я успевала отвечать. Так вот, давайте с вами возьмем такой самый обычный рядовой усредненный пример, да, когда вот мужчины, женщины встречаются, ну, допустим, полгода или год. Год, я считаю, это вообще самая удачная такая длина, скажем, да, самое удачное количество пройденного времени совместно, да, это и немного год, но и немало. То есть если год вы живете вместе, да, не обязательно прям живете-живете, да, ну, вот встречаетесь, начали встречаться, естественно, у вас там какие-то совместные поездки или быт, вы живете совместно, постоянно. А может быть и не постоянно, а там неделями, да, временами, частями, да, ну, вы постоянно встречаетесь, вы постоянно в контакте. Может быть, у него живете, может быть, снимаете вместе квартиру, может быть, у женщины живете, да, не важно как. Может быть, вы из разных городов встречаетесь постоянно, да? Или, может быть, даже вы и не живете вместе, но постоянно встречаетесь. Но когда люди постоянно встречаются, они начинают оставаться друг у друга, то все равно это получается житие совместное. Так вот, давайте возьмем год. На самом деле, от полугода я тоже считаю это уже уместным и вполне нормальным. Но давайте, чтобы перестраховаться, возьмем год, да? Ни много и ни мало. Год, у вас совместный какой-то уже налаживается быт, и вы вместе, и вы понимаете, я сейчас обращаюсь к женщинам, что мужчина достаточно, ну так, серьезно с вами уже подживает, да? Его трусы и зубная щетка находятся на одной же площади вместе с вами. Вот, и вы вместе засыпаете, просыпаетесь периодически, а может быть и постоянно. Вот, и вы для него готовите еду, он приносит зарплату в дом. В общем, у вас такие прям настоящие совместные уже бытовые отношения. Даже можно назвать это все гражданским браком, возможно, да? Ну, то есть, прям, вы понимаете, что это не одноразовый секс, да? То есть, это, конечно, стоит делать только, когда вы понимаете, что это действительно уже отношения. Такие прям. И вы думаете, ну когда же он созреет? Ну когда же он это скажет? И терпите, и ждете, и думаете, и гадаете, и ломаете себе голову. А как же быть? Ну когда же? Ну что же делать? Ну как же его к этому подвести? А может быть надо, а может быть не надо? И я знаю таких женщин, и много таких случаев, которые ждут годами, годами, два, три, пять, шесть лет, десять. И ждут, и ждут, и придумывают себе отмазы. Я слышала это даже от той же Бонни, что нам хорошо так, очень здорово, что мы живем так. А вот если мы поставим штамп в паспорте, то вся романтичность и сексуальность закончится. Мне это не нужно, а мне и так здорово, а мне вообще не нужен брак и роспись. Зачем она мне? Зачем мне роспись? Что она мне дает? Он и так мой, говорят женщины. Вот. Ну и там много всяких еще придумано отмаз. Знаю, сейчас самые такие типичные ходовые. Сказала, сразу вам говорю, это пиздеж. Это ложь, пиздеж и провокация. Эта женщина пытается оправдать как-то даже не своего мужчину, а то, что ее не зовут. Она пытается оправдать это и всячески это замаслить, завуалировать сверху шоколадом. Вот. Но говно шоколадом замазать невозможно, оно все равно будет вонять. Вот. И, в общем-то, всем нам со стороны, когда подруга такое говорит, мы сидим, конечно, киваем, но прекрасно, да, понимаем. Потому что, ну, это все очевидно. Любая женщина. Мы берем с вами нормальную ориентацию, да, прямую. Любая женщина обычной ориентации мечтает выйти замуж, мечтает о детях, да. Каждая девочка с детства, ну, мечтает о принце на белом коне, это совсем уже прям замылено, да. Но то, что она мечтает о белом платье и фате хотя бы один раз, один день в своей жизни, да, это сто процентов. Вот. Каждая девочка хочет побыть в этой сказке, может быть, не в какой-то там километровой фате, может, действительно, это будет и не бурно, а очень тихо, скромно. Но все об этом девочки мечтают. И давайте не врать самим себе и в первую очередь, первый шаг к этой теме, да, к своей мечте, да, давайте говорить открыто и прямо, если это ваша мечта, то первый шаг к этому, к этой мечте, это признаться самой себе, что вы этого хотите. А не продолжать придумывать истории, сказки для подруг, для мамы, для всех вокруг, почему он вас до сих пор не позвал. Давайте признаемся для начала самой себе, что вы действительно этого хотите, потому что это 50% сделанного дела. Пока вы врете сама себе, у вас ничего не получится уже, и наружу вы декларируете, ой, а мне не надо, а на самом деле где-то внутри глубоко, а может быть, еще и на поверхности, а может быть, и не очень глубоко, а уже бьет прямо в висок, что на самом-то деле этого бы очень бы и хотелось бы, да. Вот, это такая первая ступенька, первый такой шажок, но очень важный, поэтому он стоит на первом месте, это признаться самой и перестать придумывать истории, оправдывающие непонятно что, ваши истории глупые. Вот, второй момент, когда вы все-таки признали себе, что действительно этого бы очень хотелось, а может, у вас и не было с этим проблем, может, вы сразу знаете, что вы этого хотите, вот, то есть не всех же под одну гребенку, да, то есть не все, конечно, отмазываются и говорят, а я и не хочу. Это определенная там какая-то часть женщин, которая считает, что за этой отмазкой можно спрятаться. Вот, а еще, кстати, пока не забыла, хочу вам сказать, штамп нужен, к сожалению, а может быть и к счастью. Мы живем в социуме, мы живем в обществе, придуманном, между прочим, мужчинами, material world, да, называется материальный мир, и все мы в нем должны, женщины, с вами выживать. И когда мы рожаем детей от мужчин, мы должны сразу до того, как дети появляются на свет, понимать, какая это колоссальная ответственность. Потому что когда мужчина вдруг что-нибудь передумает, или его не станет, или он куда-то уйдет, пропадет, найдет другую или еще что-то, а вы останетесь одна с детьми от него, будет поздно кусать себе локти и говорить, какая же я дура. Вот, поэтому эти такие вот моменты, они очень важны в социуме. Все мы являемся своего рода ячейками общества, и наш брак должен быть запротоколирован, со штампом, в паспорте, со всеми вытекающими из этого бумажками и последствиями, и ответственностью. Вот, как бы не хотелось бы вам романтизму на кокосовом пляже с бананами, без бумаг и напряжения своего партнера, к сожалению, так не получится. Мы с вами не Робинзон, и Крузы, и не Пятницы, и не живем на острове. Вот, а живем все в основном в мегаполисах, и даже если не в мегаполисах, а даже в селах и деревнях, все это дело надо оформлять, потому что, я уже вам сказала, почему. Вот, дети – это большая ответственность, и даже если вы не собираетесь заводить детей, бывают и такие пары, а потом остаться одной у разбитого корыта, понимаете, в полной заднице тоже. Зачем? Неважно, 30 вам лет, или 50, или 60. Почему вы должны вдруг остаться без квартиры, без хлеба, без денег и без ничего? И думать, что «Ааа, я такая алочная». Нет! Он подумает, что я жадная, что я там, блядь, только о деньгах и думаю, что мне там нужно пол его царства. Да, блядь, вам нужно пол его царства. И вы просто думаете о своей заднице. Это нормально. Это здоровый эгоизм называется. Да, вы думаете о себе в первую очередь, потому что в первую очередь вы должны любить себя, любимую, а потом уже думать о том, что кто-то подумает. В первую очередь вы должны думать о себе и обезопасить себя. Ну вот, потому что мужья в секунду становятся не мужьями, вот, с ними со всеми периодически что-то случается. Вот, ну это правда. Вот, поэтому брак нужен и должен произойти, если тем более вы планируете и хотите иметь детей. Это, ну вот прям must have, да, это вот прям обязательно. Должны вы себе просто в голову заложить такой чип, что да, я должна обязательно изначально выйти замуж, а потом уже родить детей, вот. И никак не наоборот, вот. И у меня просто с детства даже стоит в голове, что я знаю, что я вот выхожу замуж и рожаю детей. По-другому никак. У меня даже не стоит это в голове никак. Не то, что я вот беременею и захомутаю. Нет, мужчина должен захотеть на мне жениться сначала. И только при этом условии я буду рожать ему детей. Вот такая позиция должна стоять у вас в голове. Тогда и соответствующий мужчина будет подбираться к вашему запросу. То есть изначально нужно... Должно. Нужно сформулировать правильный запрос. Тогда и вся ситуация, и мужчина, и люди будут подбираться соответствующие. Пока вы из состояния боязни и каких-то вариантов его захомутать, закинуть лассо или там опоить, не знаю, чем там, клоуфелином, думаете, да, как бы сделать вот это вот нападение. Вот. Это все сильно усложняет ситуацию. Надо четко знать, что ты хочешь. Тогда и жизнь будет подавать тебе соответствующие ситуации и соответствующих людей. Вот. Всем вам советую, рекомендую знать и хотеть то, что вот я вам только что сказала. Окей. Объяснила этот момент очень важный. Далее. Двигаемся дальше. Вторая ступень. Вот вы живете вместе. Вот у вас какой-то совместный быт. Вы все время встречаетесь, остаетесь вместе и живете вместе. Допустим, год возьмем, да. Тут тоже такая маленькая поправочка. В жизни нету конкретного постулата, да. Вот год, блядь, Улановская сказала, все, я пошла разговаривать. Ну, нет такого. Я вам всегда говорю какую-то усредненную информацию. В жизни оно вообще все не так, как в фильмах, да, и не так, как мы задумываем или прописываем, да, где-то. Нету в жизни чего-то четкого. Всегда надо быть очень флексибл, да, как водичка. Надо уметь обтекать углы и острые камни, да. И то есть надо уметь креатив, да, немножко включать и быть гибкой, да. Может быть полгода, может быть полтора года, да. То есть плюс-минус я вам говорю, как примерно должна выглядеть ситуация рядовая. Ну, так вот, живете вы вместе и думаете, ну что ж такое, почему же он не делает ни предложение, ничего серьезного на эту тему, не говорит, ну вот вообще не говорит, ни женой не называет, ни какие темы на эту не заводит, да, вот на какие-то серьезные ситуации жизненные там. А что там мы будем с тобой с детьми делать или там планируем ли мы с тобой как-то на будущее с тобой вместе посмотреть, вот как ты видишь свое будущее. Нет таких разговоров, да, не заводит он такие темы, вот. И вы, соответственно, сама задаетесь, конечно же, этим вопросом. Что тут нужно делать? Вернее, давайте я начну с того, что не нужно делать. Не нужно делать, девочки, говорить об этом постоянно. Ни в коем случае. Мужчина прекрасно понимает все с первого раза. Ему достаточно одного раза, услышите меня, одного раза достаточно, чтобы поговорить с мужчиной, на эту тему. На самом деле, на любую тему. Когда вы пилите, включаете бензопилу и по сто раз повторяете одно и то же, поверьте, через 15 секунд вас уже никто не слышит. Вас не воспринимают серьезно. Мужчина вообще воспринимает только действия, конкретный результат. То есть он получает что-то или не получает от вас. Он получает вас или не получает вас. Пока вы трындите и повторяете и орете или хотите что-то изменить словами, это бесполезно. Мужчинам надо показывать все только действиями. Так вот, 100% не надо самой первой в отношениях говорить о детях и о браке. Первой женщине об этом заводить речь на свиданиях, когда у вас только начинаются. А не особенно. Ни в коем случае нельзя. Когда вы уже начали встречаться, когда вы пошли в кино, когда вы лежите в постели, не надо об этом первой говорить. Задумчиво так, блядь. Вскидывать в глазах и говорить, ой, я так хотела бы бэбика. Не надо этого делать. Запомните меня. Все мужчины прекрасно знают, что женщины хотят бэбика и хотят замуж. Это не надо проговаривать. Не надо. Это точно так же, это такой же постулат и аксиома для всех мужчин, как то, что вот у женщин есть месячные. Все знают, что мужики дрочат, все знают, что у женщин их есть месячные. Поэтому, поверьте, точно так же все мужчины знают, что женщины хотят замуж и детей. Не надо об этом говорить. Дальше. Один раз об этом поговорить надо. Не то, что можно, а нужно. Опять же таки, не в начале, не в середине, а вот прошел год. Да, мы с вами берем год. Никаких серьезных разговоров на эту тему не было. Тогда что мы делаем? Мы заводим эту тему один раз. Один раз и навсегда. Как говорится, да? И ставим мужчине определенные сроки. Не жестко, не в форме командования, условий. Мужчины ненавидят, когда им ставят условия или еще что-то. Все очень мягко. Все на мягких лапках. Все очень обтекаемо. С улыбкой, с легкой иронией. Весело. Не надо вот этого. Так, блядь, я задумала. Так, сегодня я сажусь с тобой разговаривать. И вот вы, блядь, вся серьезная с ним по-серьезному говорите. Вот это вот вообще отставить. Ни в коем случае так нельзя с мужчинами совести. Очень мягко, нежно. Желательно после секса тоже, да. Хорошего дня, хорошей зарплаты. В общем, чего-нибудь хорошего. Может быть, на отдыхе. Да, когда все расслаблены. Там, пальмы, солнце, я не знаю, там, алкоголь. Что-то, ну, это должна быть очень мягкая, расслабленная, хорошая обстановка. Вы его берете, как я это говорю, сажаете за стол переговоров. Это утрировано за стол переговоров, да. То есть не надо его сажать за парту и включать звукозапись и под диктовку, чтобы он вам отвечал. Вот. Очень весело. Вот. Но четко и понятно. Прямо в лоб. Вы ему говорите. Петь, я вот давно так вот задумывалась. Ну, не знаю, вот решила сейчас у тебя спросить. Ну, хочу вот тебе серьезный вопрос задать, не знаю, но, в общем, хочется мне, в общем-то, как-то уже, ну, понять, как у нас с тобой, что, к чему мы вообще с тобой идем. Петя уже такой, бац, напрягся. Все напрягутся, поверьте мне. В этот момент, если мужчина первый с вами об этом не заговаривал и сам первый этого не предлагает, безусловно, он напряжется и удивится. То есть он-то понимает, что вы все это время об этом думаете, но он не подозревает, что вы его в лоб об этом спросите. Поэтому Петя такой, оп, уже сосредоточился и думает, сейчас будет пиздец. Вот. Поэтому вы так расслаблены, с улыбкой на лице, продолжайте. Я хотела бы знать, какие у тебя планы на наши с тобой дальнейшие взаимоотношения. Ну, я женщина обычная, нормальная, как и все другие женщины. Хочу замуж, хочу семью, хочу настоящую семью, добрую, любящую, теплую обстановку, атмосферу семейную. Хочу вместе Новые Года, Санта-Клаваса, вот, и кучу детей. Ну, или хотя бы там кучи, его сразу не пугайте, да, хочу ребенка, естественно. Ну, когда-то, когда мы с тобой оба созреем, вот, хочу, конечно же, там, мальчика, там, девочку. Что ты по этому поводу думаешь, Петя? Какие у тебя вообще мысли на эту тему? Вообще, какие у тебя планы на нашу с тобой совместную жизнь? Вот так, вот в таком духе, в виде беседы, но очень четко, да. Вы уже сказали о своих желаниях, вы только что четко объявили, что вы хотите. Что вы нормальная женщина, раз. Что вы хотите замуж, два. И что вы хотите детей, три. Но вы начали с того, что вы нормальная женщина. Это нормально. То есть, занесите себе изначально в голову. Вы не выпрашиваете у него самолет, чтобы он вам подарил, понимаете? И вы не просите, чтобы вам сейчас подарили остров с мандариновыми деревьями. Вы просите, даже не просите, а спрашиваете о нормальных вещах. О нормальных вещах. Это абсолютно нормальные житейские вещи. Вы же дышите воздухом? Дышите. Поэтому вы также можете спокойно спросить, а мы замуж собираемся? Или как? Понимаете? Это абсолютно нормальные жизненные вещи. Другой вопрос, что я вас очень прошу и заклинаю, не говорить об этом постоянно, не говорить об этом в начале отношений, не говорить об этом в середине, понимаете? То есть, мужчина должен понимать, что это четкий разговор, новый, четкий и по правилам быстрый и нормальный. А не то, что вы ему пилили уже по сто раз и об этом говорили или намекали. Намекать вообще не надо мужчинам. Это глупо. Он не будет догадываться или не будет хотеть догадываться. Надо мужчинам четко. Они очень логичные. Но мужчины это вообще логика по жизни. И они действуют. У них логика, действия. Поэтому, чем логичнее и проще вы в лоб ему скажете, тем быстрее и проще и точнее ответ вы получите. Вот. И тут он вам что-то отвечает. А это уже номер три. Он должен что-то вам ответить. Он, возможно, сначала будет удивлен и ошарашен. Потом он скажет, ну, Маш, мне надо подумать. Вот. Но вы-то умная женщина. Вот. И съехать на подумать, а это подумать, может быть, еще год или два-три, ему шанс давать не надо. Поэтому вы ему говорите сразу, ну, хорошо, Петь, конечно, подумай. Скажи, сколько тебе времени нужно, чтобы подумать? Ну, так, про между прочим. Уже ставите временные рамки ему. Он говорит, ну, Маш, ну, блядь, ну, дай мне неделю или там дай мне год. Вы должны для себя на самом деле определить, насколько вы готовы этот процесс оттянуть. Вот. И сказать ему, Петь, я все понимаю, ну, мне хотелось бы какой-то конкретики. Вот. Ты подумай, я тебе даю там месяц. Или я тебе даю там еще там неделю, чтобы ты мне что-то ответил. Ну, я хотела бы знать твои мысли на эту тему. Давай неделю ты подумаешь и соберешься с мыслями и что-то мне скажешь. Или месяц там, да, или там, не знаю, насколько вы готовы этот момент оттянуть. Да, пускай человек подумается, с мыслями соберет, ся, и что-то вам выдаст. Дальше. Он вам может выдать такой вариант. Маш, ну, зачем нам это вообще? Что ты завелась? Вообще, что это вдруг за разговоры? Нам же так охуительно с тобой живется. Нам так здорово с тобой трахаться. Мы так классно проводим время. Ну, зачем ты что-то вот сейчас портишь все? Зачем ты сейчас вот это вот все завела и портишь? А лучший способ защиты – это способ нападения, конечно, и так далее. Но мы-то с вами умная женщина, мы на это не ведемся. Вот. Поэтому, если Петя не готов к серьезным отношениям, если Петя хочет слезнуть, срулить, или вообще не собирался на вас жениться, и дети ему нахер не нужны от вас, и вообще он только на поебаться сюда пришел на снятую на ваши деньги квартиру, заправленную постель и вкусную еду, да, то зачем нам на такого Петю еще год тратить? Поэтому нам надо все выяснить сразу, вот, но без напора и очень дипломатично. Вот. Говорите ему, Петя, ну, как бы, я же тебе говорю. Вот я, как и все женщины, абсолютно нормально, имею желание. Я хочу замуж, я хочу детей, да. То есть в этот вечер вы можете это повторять неоднократно, вы можете объяснить четко свою позицию один раз, один разговор у вас. Поэтому в этот день, в этот разговор вы можете несколько раз это повторить, вот, и сообщить ему, что, в общем-то, у меня вот такие планы на жизнь. Я хочу быть замужем, я хочу иметь детей, я хочу иметь крепкую семью, настоящее отношение. Я хочу создать ячейку общества, я хочу быть полезной для нашей страны, шутка, вот. И я хочу получить материнский капитал за второго ребенка, тоже шутка, вот. Поэтому ты, пожалуйста, подумай, какие у тебя планы на жизнь. Если ты со мной согласен, если ты тоже готов и тоже хочешь того же самого, что и я, ну, допустим, тебе нужно время, да, доздать экзамены, закончить институт, там, не знаю, что-то там достичь на работе, доделать там какую-то там работу, сдать стройку, закончить предыдущий там какой-то брак, может быть, он там ждет развода и там имущество переписывает, или там закончить что-то, оформить это или что-то, да, вот. И ты действительно готов и хочешь со мной продолжать отношения, окей, я готова подождать. И тут вы обязательно опять выставляете временные сроки. Допустим, Маш, дай мне месяц, я должен там доделать бракоразводные все бумаги, переписать все имущество там с предыдущей женой и тра-та-та. Окей, ты ему говоришь, хорошо, месяц я тебе даю. Или там он говорит, дай мне год. А вы любите Петю, и вы хотите от него детей и замуж. И говорите, хорошо, Петя, я даю тебе год. Ты просишь меня, ты говоришь, что да, ты готов, ты хочешь быть со мной, но тебе нужно время, тебе нужен год, что-нибудь там закончить. Не важно что, что угодно, блядь, можно закончить. И институт, и предыдущие отношения, не важно. Месяц, год дает он вам, просит. Вы говорите, хорошо, год. Год значит год. Согласна. Если вы согласны, может, вы и не согласны, я не знаю, это я сейчас с потолка беру. Может, вы ему скажете, нет полгода, нет три месяца. Это только на ваше усмотрение. Это только вы лучше всех знаете вашу ситуацию, вашего Петю. Ну, мы с вами сегодня берем ровную дату, год. Вы ему говорите, окей, я готова, я даю тебе год. Вы четко отмеряете этот год и говорите ему, Петруня, дорогой, хорошо, я даю тебе год. Вот от сегодняшнего числа, сегодня у нас что? 26? 26 октября 2019 года. Значит, 26 октября 2020 года, если я не вижу изменений с конкретным предложением о замужестве и кольцом, мы с тобой расходимся. Имей в виду, не будет ни вторых, ни третьих, никаких шансов. Четко мы с тобой расходимся. Почему? Потому что я серьезная женщина. Я хочу семью и детей. И через ровно год очень важно быть последовательной в своих словах и обещаниях. Если Петя не пришел с кольцом, не доделал все, что говорил, и не принес вам в зубах предложение и поход в ЗАГС, вы четко собираете свои вещи, зубную щетку и уходите. Не важно куда. Хоть к маме в усть пиздюсь, хоть куда. Не важно. Очень-очень важно взять и уйти. Очень важно сделать то, что вы обещали. И если он вас любит, он вас догонит. Он вас найдет у спиздюськи, у мамы, у папы, у любовника, у следующего мужчины. Он вас найдет, поднимет всю землю, перевернет с ног на голову, придет на коленях, рыдая, с кольцом в зубах, и скажет, Маш, блядь, просрочил, прости, я тебя очень люблю, я жить без тебя не могу, пожалуйста, вернись, вот тебе кольцо, вот тебе рука, вот тебе плечо, вот тебе мое, абсолютно все. И тогда вы его простите, если захотите. Но в тот день, 29 октября 2020 года, вы должны гордо встать и уйти, или выгнать его сумки, выставить, или как-то, то есть вы должны сделать четкий расход, потому что вы серьезная женщина, и у вас был договор. С мужчинами можно поступать только так, очень четко, и выдерживать свою линию, выдерживать свою позицию. Как бы тяжело бы вам не было в пиздюське у мамы, пускай месяц, пускай два, пускай три, но он придет за вами и будет извиняться, и будет просить вернуться обратно. А если мы, допустим, такой вариант, что он не пришел, то и нахуй, то и не надо было вам с ним терять, значит, это время и еще год, но ничего нет круче, чем опыт. Мы не будем об этом сожалеть, это опыт. И хорошо, что вы поняли это так быстро, и потратили на это всего лишь год. Потому что можно было бы еще пять или десять лет ждать и не дождаться ничего. А время идет. Вот. Поэтому будьте очень четкими, будьте очень последовательными, и вы можете дать своему мужчине отсрочку, но он должен четко вам пообещать. Допустим, да, Маша, я тоже смотрю на нашу совместную жизнь так же, да, я хочу на тебе жениться, действительно хочу совместный быт и детей, но дай мне какой-то срок. Или рассмотрим другой вариант. Петя вам, собравшись силой духа, подобрав яйца, говорит, Маш, блядь, нам так хорошо, ну что ты все портишь, не хочу я не жениться, ничего, зачем нам эта всякая валькада, зачем нам весь этот бред фамилию менять и все такое, не хочу, зачем нам это вообще, не гони мне тут, не пари мне тут фигню. тогда вы ему говорите прямо сразу. Петь, очень жаль, я тебя очень любила, ну, что поделать, значит, наши с тобой пути разошлись, тут мы с тобой расходимся, у нас дорожки идут в разные стороны. Я тебя, конечно, люблю, придурка, но люблю себя я больше всего на свете. Я хочу замуж и детей, и такая жизнь, как говно в проруби, вот так болтаться, не пришить везде рукав, меня не устраивает. К сожалению, извини, значит, нам придется разойтись. Тут, может быть, слезы, сопли, последний замечательный секс или предпоследний, и еще можно три дня поебаться, даже как хотите, но очень важно взять и уйти. Лучше в этот же день собрать свои вещи. Вот, я понимаю, что, конечно, тут все девичьи планы рухнули, и все ваши надежды посыпались, но лучше это сделать раньше, чем позже, поверьте мне. И лучше освободить проход до следующего, действительно стоящего мужчины, который станет мужем для вас и отцом для ваших будущих детей, может быть, уже и существующих детей, и такое тоже может быть. Вот, но лучше это сделать побыстрее, чем мять опять сисю в проходе, да, и не давать новому человеку войти. Просто сказать ему, не стой в проходе, не мешай войти другому человеку, стоящему. Понимаете? Вы должны очень четко для начала, изначально понимать это в своей голове. Так что, когда у вас есть четкое понимание, решение и желание, все будет вам помогать, все, Вселенная будет вам все для этого помогать и подсказывать и делать. Но у вас должна быть очень четкая решимость, и вы должны очень четко знать, чего вы хотите. Потому что только когда вы четко знаете, чего вы хотите, только тогда вам Вселенная именно это и дает. «Пока вы, ой, ну я не знаю, ну я подожду, ну я лучше не найду, ну может быть, а вдруг он передумает». Да нет, блядь, этого вдруг может никогда и не случиться. Понимаете? Не ставьте себя ниже мужчины, не ставьте себя в режим ожидания. Вы королева. Он должен в вашей руке просить, он должен хотеть. На самом деле, по-хорошему, это я уже вам такие варианты рассказываю, которых вообще в идеале не должно и быть. Этого разговора не должно быть изначально. Мужчина должен первый взахлеб, говорит, блядь, ты мечта всей моей жизни, я хотел на тебе всегда жениться, именно на такой женщине, как ты. Давай с тобой определим дату, давай, пожалуйста, с тобой пойдем в ЗАГС. Никаких детей мажь до ЗАГСа. Нет. А то вдруг ты ребенка родишь и не захочешь на мне жениться. Может, ты хочешь быть свободной всегда и выкачивать только из меня деньги и с ребенком летать, гулять, тусить. Это он должен бояться вас потерять. Понимаете? Вот так. Так что ничего не боимся. Очень четко формируем свое желание в голове. Спокойно встречаемся. Спокойно наслаждаемся жизнью, сексом и кайфовым времяпрепровождением вместе. Даже если вы разойдетесь с вашим Петром там или Василием, да, все равно у вас был год там классных отношений, секса и каких-то там желаний, мечтаний и опыта. Нет ничего на свете ценнее, чем опыт. Ну, есть на самом деле, да, но сейчас мы не об этом. Да, я скажу сразу, что это. Это время. Время и опыт. Это две очень ценных вещи. Так вот, даже если он сольется, то и скатертью дорожка. И спасибо большое тебе за невероятный опыт. Секс, отдых, совместное времяпрепровождение. В общем, даже если вы вся в слезах, в горе и в страдании, все равно вам есть за что поблагодарить. Это опыт. Ну, как минимум опыт, да, как максимум, может быть, еще что-то хорошее там было. Вот. Сразу освобождаем место для следующего. Вот такой вот вам сказ от меня. Очень важно в самом начале не грузить мужчину детьми, свадьбами, замужеством, они этого не любят. Ни один мужчина в начале отношений не хочет никаких детей, никакого замужества. Все мужчины хотят очень кайфово потрахаться и не иметь проблем. Все мужчины хотят ебаться и не иметь за это никакого ответственности и продолжения. И это нормально. Все хотят легкости, никто не хочет геморроя, никто не хочет проблем. И вы тоже хотите легкости. Никто же, женщины из вас не хочет, чтобы вас пилили, зудили, звонили, напрягали, ограждали, не разрешали. Все хотят кайфа и наслаждения. Имейте это в виду. Поэтому не надо с самого начала нагружать мужчину вашей серьезностью по жизни. Да, я такая серьезная, я хочу и детей, и замуж. Да, блядь, это и так все знают. Не надо об этом говорить. Не надо. А вот когда прошло время, когда мужчина подсел на вас, на ваш секс, на ваши отношения, на кайф, на времяпрепровождение, на все, когда он с вами, когда он ваш, когда вы вместе, вот тогда можно один раз серьезно поговорить. Но с улыбкой и все очень в легкую. Вот так. Давайте вопросы. Вообще я устала я сегодня. Так, можно ли мужчину спросить купить билет? Он в самом начале предложил, а я ей застеснялась. Я отказалась. Сейчас жалею. Билет куда? Ну ладно, это не важно. Можно попросить купить билет и даже нужно. Я даже в начале очень люблю всех так проверять. Я изначально вообще на свидании всегда говорю, а где мои цветы? Вот, и на второе свидание мужчина должен обязательно прийти с цветами. Вот, потому что, ну это элементарные вещи, духи, конфеты и цветы бабе полагаются. Дитям мороженое, бабе цветы, как говорится, да? Вот, и билеты туда же. Вот вы там повстречались, чуть-чуть пообщались, да, и вам надо куда-то лететь. Ты ему сразу легкую проверочку, такой, мил, дорогой, я вот тут лечу там к маме куда-нибудь там в Ростов-на-Дону или еще там что-то, или там вообще в Милан на шопинг, неважно. Сделай мне, пожалуйста, билетики. Не можно, а нужно. Только все должно быть своевременно, конечно, не на первом свидании. Цветы, да, на первом. А билеты, ну, уже там на каком-то, когда вы почувствуете, что нормально. И тем более, что такое, я застеснялась. Он вам, он ей предложил, да? Вначале предложил, но отказал. Тем более, девочки, никогда не отказывайтесь, когда мужчина вам что-то предлагает. Возьмите, потом разберетесь, что с этим делать. Подарить подружке, маме, продадите на Авито, денег заработаете. Нельзя отказываться. Это космический энергообмен, когда мужчина вам что-то дает. Даже вот с вилки, да, с ложкой кормит вам в ресторане. Вы не хотите есть сейчас тыкву. У меня одни тыквы сегодня в голове. Все видели за домой Инстаграм, и сегодня Хэллоуин снимали с детьми. Даже если он вам посередине мороженого протягивает кусок мяса, обязательно откройте рот и возьмите. Все, что вам предлагает мужчина, надо всегда брать. Обязательно давать. Потому что вы кто? Вы женщина. Вы принимаете. Мужчина вам дает, а вы принимаете. Поэтому принимайте все. И кусок мяса, и мороженого, и билеты вам предложили, и цветы, если вам принесли. Или, может быть, ненужная шуба. Вот ненужна мне шуба была тут недавно. А мне ее подарили. Ну, взяла, пускай висит. Вот. Поэтому берите все. Потом разберемся. Не потому что надо, или там я продам на Авито, или еще что-то, да. А потому что это космический энергообмен. Если мужчина вам предлагает, не отказывайтесь. Один раз отказавшись, вы ставите блок во Вселенной. Вы ставите деньги, если вам предлагают. Я не такая, нет, не надо. Все, пиздец, ты сразу поставила блок. В следующий раз тебе уже может планету не предложить денег. Всегда все берите, ни от чего не отказывайтесь. Уже неоднократно вам говорила и приводила пример, что женщина – это остров. Остров – это что? Суша, которая омывается со всех сторон водой. Она стоит на месте. А остров что делает всегда? Принимает. Кто бы к острову не подплыл? Пираты, принцы, шейхи, говно. Что бы к острову не приплыло и не прибилось остров, что делает? Принимает. Остров не откидывает от себя ничего и не выбирает там. Остров все спокойненько принимает. Что не нужно, и оно всегда прибоем само отобьется потом, отливом на луну. А что захочет у вас навсегда остаться с вами, да, на вашем острове, принц какой-нибудь, да, и вы готовы его принять и пустить в свои недры, тот останется. Но принимать это ваша святая обязанность. Нельзя отказываться. Теперь уже проси. И каждая женщина должна уметь просить. Я не говорю о том, что надо вот, тут везде по аншлагу сейчас ставят вот это на бойгужанило. Это уже, конечно, полный перебор. Вот. Но просить надо уметь. Так что теперь иди и проси свои билеты. Так, а что если мужчина дарит цветы только по празднику? Это норма? Конечно. Это прекрасно. Есть мужчины, которые и по праздникам их не дарят. Которые вообще не дарят. Ура! Благодари мужчину о том, что на праздник он тебе принес цветы. Это очень здорово. И если ты хочешь цветы чаще, то об этом надо сказать. Я вот вам говорю, всегда пример привожу. Я прямо на первом свидании говорю, а где мои цветы? Ты что, забыл? Понятно, что он не забыл, он даже об этом и не подозревал. Но он уже, ага, блядь, хочет цветы, понятно. Окей. И на следующий раз их приносит. Потому что чуткий мужчина, который заинтересован в отношениях с вами, он это услышит. Считает и на следующий раз их принесет. Вот. И вы можете сами ввести свои даты и пожелания, когда вы хотите цветы. И он обязательно это услышит и будет вам их дарить. Допустим, раз в месяц. На дату вашей встречи совместной. Каждый месяц, какого-то числа он вам будет дарить цветы. Договоритесь. Это не проблема. И вам будет очень приятно, и ему очень приятно. Почему ему становится приятно? Когда он видит вашу искреннюю радость. За все надо всегда очень сильно благодарить. Благодарить каждый вечер Бога за все, что он вам дал. Каждый вечер день благодарите, который прошел. Каждое утро благодарите за то, что вообще вы проснулись. Постоянно будьте в благодарности. Я везде пишу благо-дарю. Это очень важно. Потому что когда вы благодарны, вы дарите благость своему мужчине, вселенной. Ведь Бог разговаривает с нами через людей, которые у вас встречаются под носом. И все, что вам приносят и дарят, это вам на самом деле дарит планета. Просто вот таким вот образом. Будьте всегда благодарны абсолютно за все. И вы будете получать больше, больше и больше. Люди, которые неблагодарны. Женщины, которые не умеют благодарить. У меня была подруга, которая выкидывала вот так вот духи из окна. Изливалась над парнем, не хотела, еще там что-то. Вот. Она сейчас сидит и хуй последний сосет. Даже, может быть, и не сосет. Полной жопы осталось. Вот. Ну, много таких вариантов. Давайте дальше вопросом. А если мужчина проигнорирует просьбу с билетом, что делать? Посылать его? Ну, конечно, зачем вам такой мужчина невнимательный? А может быть, он и внимательный, просто он не хочет откликаться. Вы же билеты там, не знаю, не в Уругвай попросили бизнес-классом сразу там за 10 тысяч, не знаю, миллиардов. Вот. Вы как бы, ну так, по-человечески как-то подойдите к первой просьбе. Я понимаю, что сразу хочется своим джетом полететь. Ну, как-то вот можно как-то что-то среднее найти, да? Вот. Если вы считаете, что у вас была абсолютно нормальная просьба, а он на нее не откликнулся, значит, это не ваш мужчина, и он вам не нужен. Ты беременная замуж уходила? И мне сделал мужчина мой предложение, мужчина мой, муж мой бывший, Карен, если его знают, вот, он сделал мне предложение, абсолютно я не была беременна и даже не хотела за него замуж. Историю я тоже рассказывала миллион раз. Мы сидели в вилле Антинори, наш любимый с ним ресторан, вот на Смоленке, там в переулочках, на денежном переулке есть такой ресторан итальянский. Вот, мы там сидели и даже мы просто уже решили, это я сказала, мы будем друзьями. Вот, я его все время отправляла там обратно в свои отношения, не хотела с ним общаться больше. Вот, и он меня пригласил в ресторан по-дружески просто посидеть. И вдруг в один момент он встает на одно колено и вот так открывает в ней коробочку и делает предложение по-настоящему, вот, прям как в кино, вот, на самом деле, клянусь. Тогда не было инстаграмов и айфонов, и это, к сожалению, не могу вам поставить в ленту, вот, но это было именно так. И я плакала, отказала, не взяла, потому что я не хотела замуж действительно за него, я там выпендривалась еще целый год. Вот, и потом уже, когда я согласилась и мы съехались, я еще много раз уходила, я там все передумывала, и уже когда мы окончательно съехались и стали делать ремонт в этой квартире и сняли в соседнем подъезде квартиру, чтобы пожить пока здесь в этой квартире ремонт, вот тогда я забеременела. И мы назначили с ним дату свадьбы. И получилось, что да, выходила я замуж беременная, но согласилась я с ним жить и ответила на его просьбу задолго до. А где, Дарья, взять смелости на такие разговоры, как замужество? Девочки, а где взять смелости вообще на жизнь? Вы хотите свою жизнь устроить? Вы хотите, чтобы ваша жизнь была счастливой и узаконенной, и брак ваш был настоящим и счастливым? Где взять смелости выйти из подъезда? Где взять смелости завести отношения? Где взять смелости стать богатой? Если нет смелости, то и жизни нет. Что значит, где взять смелости? А чего вы боитесь? Подумайте, вы боитесь быть отвергнутой? Да пошел он в жопу в таком случае. Намного страшнее просидеть с ним и потерять 10 лет своей молодости, своей жизни, остаться без ребенка, остаться небеременной, никогда не родить. Ведь у меня есть такая подружка, кстати, тоже водолей, очень талантливая художница, до сих пор сидит без смелости и без ребенка. А ему нахуй-то надо? У него уже была до этого жена, отношения, и у него есть ребенок, уже взрослый. Она не просит, и он продолжает на ней, как на лохушке, ездить. И они будут вами пользоваться до тех пор, как лохушками, пока вы сами лохушками и являетесь. Перестаньте быть лохушкой, перестаньте сидеть в страхе. Лучше в глаза принять слово «нет» и запустить, я вам еще раз говорю, освободить проход и запустить в свою жизнь того, который скажет «да», который сделает вам предложение, чем сидеть в страхе и не смелости, и просрать свою жизнь. Вот где взять смелости? Смелости взять из любви к себе в первую очередь. В первую очередь вы должны любить саму себя. Когда вы себя любите, тогда вы не боитесь хотеть для себя квартиры, шубы, замужества и детей. Вы же это для себя любимой хотите. А что здесь страшного и не смелого? Вы ничего необычного не просите. Вы же не просите ему отрубить свое яйцо или руку, блядь, для вас. Вы просите элементарных мирских вещей. Замужества и детей. Если он этого не хочет, он вам не нужен. Здесь не надо смелости и боязни никакой. Вопрос, девчонки, а если я замуж не хочу? Ну это же нормально, не хочу ни детей, ни мужа. Я нормальная? Вне очереди вопрос даже вылетел. Ну да. Да конечно нормально, самое нормальное это жить в свой кайф. Вот это нормально. Вообще в этом мире нету ничего нормального и ненормального. Я вам с этого вот тоже начала, да. Нет каких-то четких рамок. Есть люди, которые не хотят вообще, но только по-настоящему не хотят. Не оправдывают то, что их не берут. А реально, ну не хотят. Ну не хотят, блядь, и все им хорошо, одним с кошками. А может быть она лесбиянка или еще что-то. Самое главное это понимать, что ты в своем решении честна сама с собой. И ты действительно от этого решения кайфуешь. Вот тогда ты на верном пути. Нормально, так, хорошо. Раиска. Привет. Я знакомая тоже рассказывала в сказке про «не хочу замуж». Что типа ей и так с парнем хорошо. И так они друг друга любят. Десять лет они так встречаются. Приходят, уходят, ничего общего нет. Ни имущества, ни детей. Она типа независимая женщина. Правда еле-еле концы с концами сводит. Ее любимый практически не помогает. В итоге спустя 10 лет у нее случилась болезнь. Удалили трубы и яичники. И внезапно она захотела детей и делать и ком. Начала бегать по врачам. Все делала. Никогда она с ним не поднимала тему замужества. А дети говорили так, гипотетически. Тоже не хотела показаться меркантильной. Ни о чем не просила. Вот такая история. Охуительная история. Сейчас я вам на ней все сразу расскажу. Знаете, почему ей удалили все внутренние женские органы половые? Очевидно. Очевидно. Потому что она сама себя в течение 10 лет убивала как женщину. Она убивала в себе все женское. Все свои женские настоящие желания. Ведь быть женщиной... Блядь, мне прямо ее жалко стало. Пиздец. Ведь быть женщиной – это нормальное желание. Хотеть выйти замуж, хотеть родить детей – это нормально. Это все. Вы же моетесь. Вы же моете задницу. Вы же причесываете волосы. Вы же дышите. Зубы чистите. Хотеть женщине детей и хотеть быть замужем – это так же нормально, как мыться, как чистить зубы, как расчесываться, как дышать. И когда женщина в себе такие нормальные желания подавляет, она в себе убивает все женское. Конечно, матка и трубы отгнили, поэтому их вырезали. Оттуда возникают миомы, раки, маток, я имею в виду, рак, матки и трупы, и всего-всего-всего. Все вот эти вот неприятные вещи – это когда женщина сама себя убивает по-женски. На себе показала. Вот, чик-трак, я в домике. Я хочу детей, хочу замуж. Я это все не скрываю. А я нормальная женщина. Вот. Поэтому то, что она делала в течение 10 лет – это ненормально. И ее тело, и ее физика – это ей показывало всячески. Начинается это, может быть, с поноса, золотухи, с каких-то полипов, потом с эндометриоза, а потом, может быть, вот и миома и так далее, и тому подобное. И потом мы вырезаем себе все трубы и матку, и потом уже собираемся делать ЭКО, блядь, когда уже надо на пенсию выходить, а мы ЭКО делаем. А почему ты, блядь, 20 лет назад об этом не подумала? О том, что ты нормальная женщина и хочешь нормальных вещей. А я скажу почему. Потому что нет любви к себе, потому что настолько на себя забила хуй. Все для него. Все только для него. Но вдруг он подумает, что я ненормальная. Не надо думать о том, что кто-то что-то подумает. Думать надо только о себе. Это называется здоровый эгоизм. Поэтому женщина лучше раньше, чем поздно в нашем случае. Не то, что лучше поздно, чем никогда. У женщин, к сожалению, а может быть и к счастью, есть биологические часы. Идти куда-то они быстрее приходят к определенному времени быстрее, чем у мужчин. Поэтому здесь лучше раньше, чем позже. Есть такая поговорка. Лучше раньше, чем позже. Мне мой бывший сам сказал, будем жениться. Спустя какое-то время я напомнил о женихе. На что девушке сказали. Ты что, вторую жену хочешь быть? Чеченком и так чеченцев не хватает. Девушка его послала незамедлительно на Требуку. Ну, он, видимо, чеченец. Смысл в этом. Ты что, второй женой быть? Изначально я женюсь по принципу. А, а девушка не чеченка? Я так понимаю, что нет. Ну, раз он говорит, ты что, второй женой хочешь быть? На хуй послала? Да, сразу. Ну, все, о чем разговор. Требуку. Поблагодарите Василия или, там, Абдурахмана за хороший секс и прекрасное времяпрепровождение. И скатерть ему дорога. Пускай не стоит в проходе, не заслоняет ход-выход, понимаете? Ход-выход. Так, Даша, как научиться просить о помощи? Кому горле, когда надо о чем-то просить? Начать просить. Начните с маленького. Начните с просьбы о том, чтобы вам открыли крышку на Кока-Коле, банку с огурцами. Там, донесли, там, тяжелый пакет. Пускай он даже будет не тяжелый. Вы вообще не должны ничего носить. Начните с того, что вот какие-то элементарные вещи, чтобы вам открыли дверь в машину, чтобы вам помогли докуда-то доехать, чтобы вас подвезли и довезли, и отвезли, и встретили. Начните потихонечку, набирайте обороты и просите больше, больше, и больше. Вы должны просить. Это нормально. Женщина должна уметь просить. Ком в горле – это страх. Надо подумать, от чего этот страх. Я не могу вам сейчас провести консультацию прямо вот в прямом эфире. Ну, начните хотя бы с маленьких просьб. Вот, а вообще, кстати, девочки, там, сколько девочек, когда я была в Майами, хотела ко мне на консультацию в сентябре. Я в Москве, еще очень совсем недолгое время буду. Все, кто хотел ко мне на консультацию, пожалуйста, напишите сейчас, давайте с вами встречаться, можно и по скайпу, потому что с ноября меня будет очень сложно поймать. И мало меня будет в Москве. Вот, поэтому все, кто хотел на консультацию, или все, кто хочет новенький на консультацию, я их провожу в частном порядке, по скайпу, или там, встретиться, или там, по телефону, смс, войс, пишите мне в личку. Мужчина в разводе, есть ребенок, я тоже в разводе, имею дочь, у нас с ним отношения. Он мой директор, отношения большей части на работе. Видимся очень редко. Он очень занят на работе, не говорит ни о чем-то, ну, ни о чем более серьезном он, собственно, не говорит. Их отношениям три года. Надо поговорить. Уже давно, уже два года как бы просрачили. Не просрочили, а просрачили. Надо сесть и поговорить, тем более, что у вас такие отношения рабочие. Тут можно и за стол переговоров сесть по-настоящему. Сядьте и поговорите то, как я вам сегодня рассказала. Скажите, блядь, Евгений Петрович, мы с тобой уже три года, вот, встречаемся, достаточно, у нас такие периодичные встречи, и с такой забидной периодичностью мы с тобой это все делаем, подписываем договора, так сказать, устно. И, может быть, и задним числом, не знаю, как там вы с ним подписываете ваши договора. Вот, поэтому давай с тобой определимся. Уже. Все. Ну, девчонка в Майами в ноябре летит, хочет к тебе на консультацию. Ну, в ноябре Майами нас не будет. Я в Москве. Я в Москве. Кто хочет ко мне, кто в Москве, пожалуйста. Кто хочет в частном порядке, но не может, можно по скайпу. Это то же самое. Вот, вчера у меня была консультация с девочкой в Москве. Но она просто не имела времени по работе приехать. И мы с ней поговорили по видеосвязь, по ватсапу. Все прекрасно, то же самое, абсолютно, что и лично. Можно все сократить, любые расстояния в наше время. Да, если билеты подарят. Есть там еще вопросы какие-то? Нет. Нет? Да, ответили, да. Ну, собственно, у тебя и осталось, по-моему, две минуты. Вот, и мне кажется, что уже все. Да, сейчас на счет. Обратный отчет. Угу. Так, ну что, дорогие мои женщины, подводя сегодняшние итоги. Ты как на Новый год по телевизору. Поздравление. Я прям как Путин. Во-первых, не ставьте себя ниже мужчины. Вот эти вопросы, да, вот, звучат. Как набраться смелости? Вы уже изначально ставите мужчину выше себя. Да не выше они вас. И никто не выше вас. И какой бы там он крутой бы не был. Особенно, когда мужчина там с достатком, да, богатый. Все. Женщина сразу присмыкается, сидит ниже травы, тише воды. Ну, наоборот, конечно. Тише воды, ниже травы. И все, блядь, только бы, блядь, не спугнуть. Не надо ничего бояться и не надо ставить себя ниже мужчины. Вы королева, вы матка, вы пчела-матка. Вы решаете, как вы будете. И как ваш улей будет вокруг вас летать. Не хочет этот трутень на вас работать. До свидания. Значит, он не из вашего улей. Все. Это надо выяснять сразу. Ну, как сразу? Не в самом начале. Вот, я говорю, год простречались, поняли, да, что у вас действительно отношения. Какая разница, какого он ранга, какой он там высоты, и какой у него достаток. Цены вам и вашей возможности рожать нету. Вы представляете, сколько стоит суррогатная мать, или родить ребенка, или продать ребенка? Упаси Господь, там на черном рынке. Это же сумасшедшие деньги, ни один орган столько не стоит. Ценности вам нету. Вы намного ценнее, выше и круче. Давайте уже тогда оценивать уже, если уж так по материальному разбирать, то вы все равно с вашей маткой намного круче будете. И дороже. Вот. Поэтому не надо ставить мужчину, какая бы у него крутая должность, и достаток бы не был выше себя. Я предлагаю закончить на несколько секунд пораньше, потому что в последнее время тебе не сохраняется эфира, да? Да, давай попробуем. Окей, заново, по-моему, мы там начали, да? Да, мы здесь и порадуем. Еще раз повторю тогда для камеры. Любите и цените себя, женщины, превыше всего. Неважно, какой достаток у мужчины, вы всегда должны быть у себя на первом месте. Продолжение следует...